здравствуйте большое спасибо что зашли на огонек сегодня у нас необычная экскурсия я бы даже так сказал что это попытка борьбы с альцгеймером потому что россияма это великолепное место в киото до которого не каждый раз туристическая группа доезжает можно остановиться там и на 15 минут посмотреть только бамбуковую рощу а можно провести целый день если вы даже успеете в этот день уложиться эту экскурсию я сегодня основываю больше на личном опыте и решил создать только потому что у меня был очень интересный заказ на виртуальную экскурсию где я прошел несколько городов японии с камерой а в этот раз я решил а нельзя ли сделать экскурсию по россияма не выходя из дома в принципе так можно рассказать обо всей японии было бы только время тут у меня тоже есть корыстная цель потому что я сам продумывая видео экскурсию подумал а что же можно показать в россияма и понял что я уже что-то забыл что-то надо оживить все-таки карантину у нас уже скоро целый год мы с вами отправляемся в россияму это у нас переводится как штормовая гора то есть первый иероглиф это буря шторм а второй иероглиф это гора то есть гора штормов или бурь то есть возможно когда японцы туда приходили в горах очень часто были дожди выл ветер и вот такое название образовалась хотя на самом деле место очень милое и в течение года практически всегда очень хорошая погода россияма восходит корнями в эпоху хэйян это когда приближенные императорского двора выезжали сюда для любования цветами сакуры или осенними листьями ну или летом когда в киото становилось очень жарко таким образом фактически весь городок россияма был построен просто для отдыха императора его свиты и только потом уже через сто лет после первых построек загородная резиденция императора была передана под буддийские монастыри и буддийские храмы вот так это выглядит сверху у нас то есть получается что это место где равнина сталкивается с горами плюс у нас протекает речка горная естественно в этом месте летом было наверняка прохладно и императору здесь было гораздо приятнее проводить время чем в жарком киото конец 2020 года всемирный карантин туризм практически сошел на нет и вот где-то в прошлом месяце у меня был интересный заказ на виртуальную экскурсию когда для авторского фильма я объехал несколько городов японии и сделал съемки ну а сегодня я хотел бы попробовать несколько иной подход то есть сделать виртуальную экскурсию сидя в кресле и просто оперируя картой google причем естественно я не хочу поднимать какие-то огромные пласты я попробую начать с того места куда я приезжаю реже всего и так мы с вами для начала отправляемся в киото древнюю столицу японии мы можем увидеть что в киото огромное количество известнейших храмов но туда мы сегодня не пойдем сегодня мы отправимся с вами на запад от киото где у нас находится горы а россияма штормовые горы то есть когда император жил в киото наверное летом было очень жарко и вместе с двором и со всеми своими придворными фрейлинами так сказать многочисленными женами они выезжали из жаркого киото на запад подъезжали вот сюда горам россияма именно здесь для императора соответственно были сделаны летние дворцы резиденции которые позже были переданы буддийским монастырям и храму то есть вот здесь у нас мы видим храм тэн люди это тоже один из бывших императорских летних дворцов или резиденции сейчас мы с вами посмотрим на карту и я дам общие так сказать идеи путешествия потому что передвигаться можно различными методами конечно лучший вариант когда у вас водитель с лимузином и гид отдельно второй вариант гид сам едет на машине третий это конечно пешком или на велосипеде но как бы вы не передвигались мы начнем сначала с общественного транспорта то есть мы с вами находимся или прибываем на станцию киото станция киото сюда часто прибывают гости используя джар пас который действует на всей линии джар и от той же самой станции киото можно пересесть и буквально за 15 минут доехать до станции сага россияма вот сюда отсюда уже и рукой подать то есть несмотря на то что у нас здесь находится и известный храм кинкаку дзи и рюан дзи с садом камней и вроде бы это кажется близко но когда вы пытаетесь все это уместить в один день получается что вы не успеваете ни то ни другое ну а еще когда вы приезжаете в японию конечно стоит отвезти какое-то время чтобы вкусно покушать независимо от того машина ли вас привезла либо обычный транспорт рассмотрим сначала случай транспорта если вы прибыли на станцию сага россияма у вас есть возможность пересесть на очень красивый так называемый романтический поезд который идет не по прямой вот этой обычной линии где уже через горы проложили тоннели а он идет вдоль реки извиваясь то есть вот здесь у нас видите если мы смотрим прямо на станции сага россияма можно пересесть на этот романтический поезд и ехать вдоль реки наблюдая великолепные пейзажи особенно это хорошо осенью или весной когда цветет сакура то есть вы где-то едете минут двадцать пять я потом это подробнее вам покажу и приезжаете допустим на станцию турокко камеока да отсюда у нас идет автобус до речного пароходика то есть если вы не хотите по речке трястись вы тем же методом можете вернуться назад а если вы еще хотите испытать так сказать совершенно легкий не напрягающий рафтинг то вот отсюда у вас отойдет лодочка которая тем же маршрутом но уже спустит вас по реке и привезет назад в в россияму и где то вот здесь вот вы на пирсе выйдете то есть вот такой маршрут можно сделать если погода хорошая если вы любите смотреть природу и если у вас есть достаточно времени потому что в целом я думаю это займет часа три а я думаю что с рафтингом часа три если даже чуть чуть не больше поэтому нужно рассчитывать свои силы и исходить чисто из этого ну и вот сейчас я возвращаюсь сюда то есть если мы с вами приплыли на до пароходики допустим сюда или даже если мы наоборот никуда на пароходики не поплыли а просто вышли на станции сага рощьяма у вас здесь есть еще выбор пройтись пешком либо взять на прокат за 1000 йен по моему велосипед прямо рядом со станции здесь у нас есть если вот от станции сага рощьяма выйти живописнейшая улочка которая идет до речки и если вы перейдете мост то здесь поднявшись гору вы еще сможете попасть на горе в парк с обезьянками monkey park и вата яма в принципе интересно особенно если у вас дети это у нас будут японские макаки самые северные обезьяны в мире вот посмотрев на японских макак через тот же мост по которым раньше радостная знать гуляла мы возвращаемся назад опять проходим по нашей вот этой вот замечательной улочки с многочисленными ресторанчиками сувенирами и так далее и направляемся к храму тэнрюдзи это очень красивый храм с великолепным трудом который мы потом посмотрим но сначала логистика то есть пройдя через храм тэнрюдзи мы выходим вот сюда на дорожку именно здесь вот по левой стороне у нас и находится та самая бамбуковая роща которую все хотят увидеть вот тот участок который смотрят туристы он на самом деле очень короткий но перед тем как идти сюда получится небольшое так сказать отклонение но здесь есть очень красивый синтрийский храм про который я потом скажу пару слов это вот храм у нас нуномия джинджа ну то есть мы можем сходить сюда а потом вернуться назад пройти по бамбуковой рощи и переправиться через железнодорожное полотно на другую сторону вот тут тоже у нас еще будет по дороге станция на романтического этого поезда то есть если вдруг вы передумаете решите что дать что-то солнышко вышло надо посмотреть красивую речку вот из поезда вы можете сесть на этот поезд прокатиться туда и обратно но для логистики лучше уже в этот раз тогда обратно уже не на лодке возвращаться а тоже на поезде вот после чего можно продолжить путешествие тут по дороге у нас очень много красивых храмов которые можно посетить и собственно говоря ну пока вам эти храмы не надоедят то есть пока вы здесь идете у вас здесь будет несколько храмов которые представляют определенный интерес имеют очень красивые сады террасы а вот я потом чуть побольше расскажу но вот то что мне в этом районе особенно нравится здесь у нас есть такой храм буддийский адасина небо цюджи то есть можно прийти в него сначала вот здесь же рядом с ним находится очень красивая улочка с сохраненными старыми домами где можно сделать огромное количество великолепных фотографий и понаслаждаться старой деревянной архитектурой если к этому моменту вы уже окончательно устанете то можно сразу уже возвращаться а если силы еще будут можно дойти к старому храму хотя то чем он хвалится это достаточно новое это у нас уже будет от аги небо цюджи вот здесь то есть здесь уже не будет такой красивой пешеходной улочки но здесь будет просто прогулка по природе вы дойдете до этого храма и соответственно потом вернетесь на станцию ну как говорится можно просто идти куда глаза глядят и наслаждаться окружающей природой многочисленными храмами по краям дороги и старыми деревянными домами то есть вот такой интересный маршрут это обычно маршрут очень напряженная редкая я прохожу его весь то есть если я еду один я пардон не кушаю а если едут люди туристы то им надо же и покушать потому что все это созерцание храмов это конечно события не столько образовательное что вот вам надо обязательно узнать кто где кого в каком храме это все-таки события семейные потому что люди приезжают семьями наслаждаются природой наслаждаются общением и не пропускают приемы пищи поэтому всегда надо смотреть что у вас происходит какая погода какая природа в это время года и соответственно что вы действительно хотите потому что от храмов можно достаточно быстро устать ну что ж разобравшись с логистикой вот я вернусь к карте потому что действительно я тоже так долго не ходил по рощаями что вот сейчас сидел и думал а какой же маршрут там самый хороший если бы я сделал здесь видео съемку и вот в этих мыслях я и решил создать этот ролик если вам повезло с погодой у нас есть шанс посмотреть великолепные пейзажи если вы приезжаете от станции киото и выходите допустим на станции сага а россияма то вы можете с красной ветки которая пронизывает горы через туннели пересесть на зеленую ветку эта зеленая ветка бывший фактически грузовой поезд как дизельный который возил грузы в этой местности и где-то к концу 80-х 1987 году по моему необходимость в этой ветке отпала потому что сделали новую ветку проходящую напрямую через туннели в горах ветку не закрыли а очень предприимчиво сделали из нее так называемый романтический видовой поезд то есть вот эта зеленая ветка видите она идет вдоль реки и пока вы едете вы либо наблюдаете осенью красные клёны либо весной вы наблюдаете цветение сакуры доехав до конечной туроку камеука вы можете либо обратно вернуться на поезде либо соответственно проехав немножко на автобусе сесть на лодку и это такой совершенно легкий не напряженный рафтинг который привезет вас обратно в основной город россияма где вы и выйдете около моста тоги цукё поезд выглядит вот примерно так то есть это действительно дизельный локомотив который везет заново созданные вагончики с видовыми окнами на окружающую природу и горную речку я сам на нем прокатился всего пару раз это было красиво то есть повторюсь когда вы проехали на поезде у вас есть возможность на конечной станции проехав немножко на автобусе сесть на лодку и вернуться по горной речке вот примерно в таком формате сейчас мы с вами из карты переместимся вот в такую топографическую съемку и вернемся назад то есть станция сага а россияма которая я думаю совершенно не интересная но интересно именно от нее дойти до основной торговой улочки здесь прогуляться посмотреть старые дома купить какие-то сувениры какие-то палочки для еды ручной работы и пройтись вот по этому замечательному мосту если вы пройдете по этому мосту до конца здесь как раз будет у нас вход в обезьяний парк я вот сейчас сделаю картинку в 3d немножечко приближу видите вот такой мост через горную речку кацура и вот здесь вот как раз гора на которой находится обезьяний парк вот здесь на самой вершине горы написано monkey park иватаяма это так сказать место где обезьяны живут практически в живой природе и как раз как говорится не обезьян в клетку сажают она с вами чтобы мы им чего-то там вредного не скормили а скормили только то что в этом парке покупается и значит чтобы наши обезьянки нас тоже не атаковали парк обезьян иватаяма это вот как я вам показал на карте такое место в горах где фактически вы можете находиться и рядом с обезьянами но кормить их напрямую очень не рекомендуют плюс не рекомендуют садиться потому что если вы сели обезьяна чувствует что вы с ней как бы на одном уровне и она может либо атаковать либо попытаться отнять у вас какую-то пищу так что никакую пищу не несём и не показываем а уже когда людей сажают в клетку и на этих приматов под названием люди смотрят обезьяны то можно вот так вот их через сетку покормить покормить специально там продаваемой едой для обезьян плюс отсюда открывается просто великолепный вид на россияму дай бог вам хорошей погоды вот такое замечательное так сказать соседство людей и прочих приматов японская макака самое северное обезьяна в мире я даже помню был в москве и зимой их выпускали из вольера наружу на снег и они замечательно там себя чувствовали в москве в лютый холод но вернемся к истории итак император камияма 90 император японии который правил японии с 1259 по 1274 год очень любил отдыхать в россияме и он лично лично назвал мост через горную речку назвал он его тоге цукё это можно перевести как мост лунные переправы или пересекающий луну мост так что спасибо императору камияма за такое красивое название сооружение предпоследнее 1606 года на разрушилась и мост был реконструирован на новом месте в 1930 году сейчас он представляет собой обычный автомобильный мост горная река кацурагава даже когда она прошла через арашяму и вошла в киото вдоль всех берегов высажена сакура это очень красиво и также на реке кацурагава ловит рыбу при помощи ручных бакуанов это такая прикольная штучка когда бакуану надевают на горло кольцо он рыбу хватает а проглотить не может и у него остается один выбор отдать эту рыбу хозяину а за это получить уже мелко порезанную рыбку вот такая вот эксплуатация животных ну и вот так выглядел мост в старину он был более горбатый вот так он выглядел уже перестроенный в начале века и и вот так он выглядит современный но на этой фотографии мосту очень повезло потому что я думаю снят в лучах яркого солнца на самом деле это уже железобетон и такой деревянной романтики как в прошлом нету но мост очень красивый по нему любила гулять знать эпохи хиям вот посмотрев этот парк из него вас откроется великолепный вид собственно говоря на всю арашяму спускаемся назад и переходим через тот же самый мост вариантов у нас с вами не так много вот это вот замечательная торговая улочка мы по ней идем и вот здесь мы сворачиваем налево и через входные ворота направляемся храму тэнрюдзи вот такой великолепный храм его хорошо видно сверху и у него замечательный сад теперь после того как мы с вами прошли по сувенирной улочке и добрались до ворот храма тэнрюдзи стоит сказать о нем пару слов дзен буддийский храм тэнрюдзи построено сначала как загородная резиденция императора камьямы которого мы уже упоминали кстати если вы посмотрите и золотой павильон и серебряный павильон в киото прошли такую же историю то есть их сначала строили как загородная резиденция а потом передавали буддийскому храму то есть в 1339 году резиденцию императора камьяма превратили в храм это так называемый один из киото годзан то есть пяти важнейших храмов школы риндзай ну и когда резиденцию превратили буддийский храм первый щегун чагунато мурамачи ащикаго токаудзи специально пригласил буддийского монаха мусо сасеки построить это святилище чтобы почтить память императора го дай го соответственно он принял также активное участие в создании сада который носит китайские и японские мотивы и ему же принадлежит соответственно бамбуковая роща вот так выглядит вход в храм то есть у нас слева видите огромные камни великолепные когда мы проходим внутрь здесь очень много изображений дарумы а когда мы выходим на террасу храма вот слева видите такая обширная терраса храма оттуда открывается великолепнейший вид на пруд и шикарный сад особенно красивый естественно осенью вот это вот буквально два слова тот самый сухой водопад просто здесь водичка текла текла до высохла но сейчас во все эти камни вкладывают огромный смысл один из них обозначает карпа который по китайским сказаниям когда поднимал сопротив течения превращался в водяного дракона и здесь очень много тоже зашито лирики и эстетики потом по моему за дополнительную копеечку здесь можно пройти по галереи в соседний храм но это собственно не столь обязательно только время терять то есть можно просто пройти по саду посмотреть еще один храм пару фонтанчиков и пройдя через весь этот великолепный парк мы выходим с вами вот сюда здесь у нас уже видите написано россияма bamboo forest то есть это у нас с вами та самая бамбуковая аллея но как я говорил первоначально по логистике я лично рекомендую вот здесь пойти сначала направо дойти до великолепного храма но но мера здесь вот я лично очень люблю святилище но мия дзиндзя потому что она как бы сказать очень атмосферное что ли во первых у него очень богатая история то есть сначала это фактически было даже не святилище а просто место где жили принцессы императорского дворца незамужние которых потом после такого прохождения школы молодого бойца отправляли служить главный храм и сэ это очень древнее место оно также упоминается в повести о гензи гензи моногатаре у входа вот вы видите маленькая картинка справа куроки тори сделаны из древесины дуба причем так что даже на дубе остается кора основное божество этого храма божество наномия дайкокутен является покровителем брака поэтому этот храм особенно популярен у девушек у женщин и в нем находится множество различной символики но я особенно люблю каме ищи так называемый черепаший камень то есть вот мы проходим через эти дубовые ворота заходим внутрь вы уже чувствуете да такую очень приятная атмосфера и вот здесь вот несколько вещей которые здесь популярны то есть можно взять табличку эмо и написать пожелание богам слева видео стоит у вас стена с этими табличками и вот белым обведен камешек которые называют как и каме ищи что будет называться божественный камень также как и каме ищи то есть камень черепаха и его надо нежно и ласково потереть и тогда в течение года ваше желание но обычно любовного характера там хочу этого мальчика чтобы тут я ему понравилось да вот как напомнила мне последний анекдот да дед мороз когда я просила найти мужика я не имел ввиду найти его в парке мертвого во время пробежки утром главное чтобы желание сбылось именно так как вы его заказали не мужика заказали месяц желание по центру этой картинки вы видите девушку в традиционном наряде эпохи хэйян когда соответственно на девушку надевалась многослойное кимоно это могло быть там около семи слоев все это было очень красочно и показывал соответственно богатство невесты которые родители смогли столько одежки-то пошить прям как семейка помните трусики были такие да там понедельник вторник среда а справа видите сердечко это у нас тоже за любовные связи чтобы у вас все было хорошо вывод на таких вот деревянных табличках пишите свое пожелание и кладете сюда потом со временем эти таблички торжественно сжигаются и как бы передаются богам на самом деле даже больше люблю этот храм вечером вечером он вообще выглядит сказочно немножко чарующе и иногда пугающе потому что вот под вечер здесь туристов практически нет и вы приходите и все светится все такое знаете загадочное и очень красиво и уже посмотрев этот синтаистский храм наверное вернуться той же дорогой после чего я сейчас сделаю небольшой разворот мы с вами идем вот по этой бамбуковой рощи если мы с вами сейчас сюда помещаем нашего человечка то мы с вами даже можем по этой рощи виртуально пройти здесь выбирались моменты я так чувствую когда людей было мало обычно людей гораздо больше и чтобы сделать красивый кадр на котором вы будете одна единственная неповторимая среди бамбука иногда надо ждать 20-30 минут а иногда это просто невозможно то есть вы сейчас убедитесь что роща на самом деле не такая длинная то есть сами посевы бамбука они достаточно обширны но вот роща по которой все ходят и наслаждаются вот таким замечательным видом она составляет всего я думаю пару сотен метров ну вот закончив с любовью с любовными связями мы возвращаемся кто из самой бамбуковой рощи сагано то есть она была создана в четырнадцатом веке создал ее монах поэт и мастер садовое искусство мусо сосеки то есть это был очень интересный человек того времени который начинал еще в камакури также он ну не основал тайна люди а скажем так участвовал в переделки загородной резиденции императора в буддийский храм а вот на этой картинке вы видите замечательную бамбуковую рощу и двух таких вот гейши идущих по ней да ну в киото это будут не гейша скорее всего майку а вот и соответственно такой картинки вы скорее всего не увидите то есть надо наверно либо в 4 утра сюда приезжать да потому что когда люди приедут сюда уже снова из-за рубежа здесь постоянно огромное количество туристов и выбрать так сказать момент когда это роща не заполнена людьми очень сложно но лучше посмотреть вверх и увидеть кроны бамбука вот мы с вами вышли на перекресток здесь такие замечательные корни дерева видны вот тебе надо думать направо пойти налево пойти я сейчас сделаю такой зум аут и мы увидим да что мы с вами сейчас прогулялись вот по этому бамбуковому лесу до перекрестка от этого перекрестка если вы пойдете налево вы сможете попасть через парк на площадку обозрения вот здесь с которой очень красиво видна горная речка просто великолепно вот а если потом здесь пойти направо здесь находится очень красивая вилла артиста кино прошлого века о окочи сансон японцы его знают мы его знаем я думаю мало ну кроме людей которые повернуты на японской кинематографе а вот но у него был здесь прямо очень красивый домик и здесь можно зайти и посмотреть сад и в чайном домике попить зеленый чай чашка зеленого чая насколько я помню включена в билет но это опять же если у вас есть время а так мы обычно проходим мимо и направляемся дальше сейчас я делаю поворот карты на 90 градусов вот и то есть если мы идем сюда мы с вами проходим над железнодорожным полотном это именно то место где сказал что если вы все еще хотите сесть на романтический поезд и проехаться то это вот ваш последний шанс вот но если вы с поездом завязали то мы с вами отправляемся дальше в путешествие то есть у нас здесь в пригорье раскинулась такая очень красивая сельская местность домики храмы вот здесь вот на этом перекрестке я думаю вас два выбора то есть можно и туда и сюда или можно не туда не сюда то есть во первых здесь у нас находится ракущища то есть любители хайки просто не простят если я не упомяну это место это место где несколько раз останавливался своего ученика мацо басё ну как это любители хайку не простят меня если я не скажу пару слов это соответственно хижина опавшей хурмы здесь жил мука и кюрай один из учеников один из основных учеников мацо басё и мацо басё несколько раз у него останавливался когда он был проходом в киото в 27 лет он ушел в уединение построил эту хижину и вот однажды шторм полностью повалил всю хурму в его саду около 40 деревьев вышел кюрай на улицу и подумал ну что делать назову-ка я эту хижину хижиной опавшей хурмы так и случилось басё посетил ракакусия много раз здесь он написал свой дневник сага никки и также это последнее место где он был буквально за несколько недель или за несколько месяцев перед смертью то есть любой поклонник хайку просто обязан сюда зайти ну а что такое хайку из чем и едят про это у меня есть отдельное видео уже на канале потихонечку потихонечку материал буду набирать если вы будете подписываться и ставить лайки и если пойти налево у нас здесь еще один очень красивый храм который тоже можно посмотреть то есть можно даже пойти налево посмотреть храм потом спуститься вниз и все равно здесь получится небольшая петля и пройти вот закончив 40 сейчас соответственно мы продвигаемся дальше это действительно великолепное место для прогулок хотя дистанция конечно не маленькие поэтому значит велосипед он предпочтителен либо водитель здесь мы подходим к еще одному буддийскому храму не самым вот у него тоже очень красивый сад очень красивые здания вот ну как говорится буддийский храм и буддийский храм их в японии очень много ну а дальше мы с вами продолжим путешествие к двум достаточно интересным буддийским храмом и улочки на которой сохранены сталинные здания примерно где-то вот с этого места у нас начинается улочка старых домов поэтому я поверну карту немножко так будет удобней смотреть и мы с вами двинемся вот по этой замечательной улочки дальше у нас идут два очень интересных храма но перед этим я хочу сказать пару слов что такое нембутсу то есть нембутсу или намо амидо бутсу это соответственно японская транслитерация санскритской мантры поклоняюсь будди амиде то есть было такое время когда считалось что достаточно не путем совершенствования доходите так сказать до астрала и уходить нирвану а можно просто ходить целый день и бубнить поклоняюсь будди амиде поклоняюсь будди амиде и в конце концов вас соответственно будда амида или будда амитабхи унесет в свой рай чистой земли ну кстати если интересно вот камакурский будто это тоже будда амида и вот здесь по дороге среди старых домов на этой замечательной улочке у нас есть вход в храм который называется адащина нембутсу джи сюда можно зайти и уже сверху с высоты птичьего полета можно видеть что здесь огромное кладбище очень хорошо кстати видно на удивление с аэрофотосъемки и соответственно об этом храме я вам немножко расскажу и так первый храм посвященный соответственно мантре поклоняюсь будда амида у нас будет храм адасино нембутсу дзи храм основан начале девятого столетия присваивают эту честь монаху кукаю о нем стоит рассказать отдельно но не сегодня и соответственно потом он прославился тем что монах кобу дайси начал ставить каменные статуи в районе где со времен периода хиян людей бросали в горах просто мертвых может они уходили может их выбрасывали помните была легенда на раями у нас здесь тоже яма то есть гора как аращи яма нара яма народ был бедный что там кого-то хоронить сжигать вот взяли выкинули все то есть соответственно где-то поставили каменные статуи где-то не поставили и вот соответственно в 1903 году кобу дайси собрал около 8 тысяч буддийских статуэток находящихся в округе и все их поставил пределах своего храма получилось просто удивительное такое ощущение огромного скопления вот этих буддийских статуэток на гробных камней и когда вы туда заходите впечатление конечно очень интересное есть один день вернее два дня 23 и 24 августа когда храм открыт и поздно вечером и значит это как бы день по церемонии сенту куйо которая посвящена духом умерших вот если посмотреть это вот видите огромная площадь заполнена вот такими камнями по центру стоит пагода и вот так это выглядит когда у них проходит праздник после этого мы возвращаемся на нашу историческую улочку и по ней мы можем прогуляться возьмем опять нашего желтого человечка и бросим его вниз то есть вы видите вот такие старые деревянные дома японцы сохраняют вот такую атмосферу вот налево видите такой замечательный ресторанчик а впереди впереди здесь у нас видите ворота ведущие к синтоистскому храму ресторанчики вот отсюда улица становится уже не такой интересной поэтому я делаю зумаут то есть мы дошли до не особо интересной части улицы если мы пройдем еще немного дальше мы выйдем к следующему интересному храму который называется отаги нембу суде сначала мы посмотрим на него с высоты птичьего полета и практически ничего не увидим на самом деле под кронами этих деревьев прячется огромное количество каменных статуй ну вот мы и дошли до последнего храма который я хотел вам сегодня показать это храм отаги не будь судьи то есть опять же не будь судьи это посвящено буддийской сутре храм основан в начале 9 столетия то есть они примерно в одно время были основаны уверен что кукай там тоже принял свое участие разручался три раза последнее разрушение было в 1950 годах значит соответственно храм пришел в запустение и вот в 1955 году его с главным священником назначили известного в то время скульптора коча ни химура и вот у него уже в 1981 году и пришла замечательная идея он сказал чтобы все жители японии вырезали статуи ракана ракана это такой последователь будды который достиг нирваны то есть это может быть вот такая статуэтка как мы сейчас с вами увидим они могут быть очень интересные то есть поскольку вырезали простые жители там есть статуэтки с теннисной ракетки в каких-то крутых очках там кто-то я не знаю в общем очень интересно посмотреть то есть в течение 10 лет храм собрал более 1200 статуй это тоже интересный храм скажем так не столько исторически поскольку все статуи в нем достаточно новые но столько с точки зрения фотографии фотографии в нем можно запилить очень интересный то есть вот так вот выглядит храм где уже просто где только можно натыкать расставлены у нас каменные статуи то есть ремонт c carddse не самое главное здесь а скорее главное это как выглядят все эти ребята вокруг рама выглядят они очень интересно от достаточно профессионально сделанных до сделанных достаточно по-детски и все это выглядит очень умилительно но и конечно же и и уже конечно покрыта мхом на что много времени не надо мог здесь растет великолепно Ну что ж, обычно это последний храм моего маршрута. Если я что-то упустил, если люди, живущие, допустим, в Киото, бывали здесь чаще и сходили здесь все тропинки, могут порекомендовать что-то такое, где еще не ступала нога туриста, пожалуйста, дайте знать. Вот здесь вот на горе вы увидите вот такую вот залысину в форме ворот. Это одна из пяти гор или один из шести иероглифов, которые на фестиваль зажигают огнями. Вот видите, здесь лес вырублен и стоят такие вот черные точки. Это на самом деле факелы. То есть, когда летом у нас проходит фестиваль, 16 августа, если я не ошибаюсь, то на пяти горах вокруг Киото зажигают шесть огненных иероглифов. Это последний из иероглифов западный, который похож на ворота синтаистского храма Тори. Вот. И последняя ремарка по нашему путешествию, это, собственно говоря, это фестиваль проводы умерших в загробный мир. Го-сан – это значит пять гор. На самом деле иероглифов зажигают шесть, но две горы не так близко, что их как бы считают за одну гору. Поэтому это у нас получается, значит, день провожания с огнем. То есть, мы как бы провожаем умерших в загробную жизнь. Слева видна картинка, как расположены эти иероглифы. То есть, у нас сверху, в самом верху, там у нас кораблик, потом два иероглифа большой и так далее. А сегодня мы, соответственно, с вами посмотрим на гору, которая слева внизу, около реки Кацура, откуда мы начали свое путешествие. И эта форма напоминает синтаистские ворота. И вот так, соответственно, это выглядит вечером. То есть, возвращаясь к предыдущему слайду, на самом деле начинают их зажигать справа налево. Восемь вечера зажигают правый иероглиф большой, рядом с Гингаку-джи. И так по всем горам прокатываются вот эти вот зажженные иероглифы. И уже иероглиф в форме синтаистских ворот, он зажигается восемь часов двадцать минут вечера. И выглядит это вот так красиво. Плюс, к тому же, по реке у нас сплавляют фонарики, которые как бы должны указывать умершим путь в загробную жизнь. Ну что ж, это была очень коротенькая экскурсия. Я взял как раз малопотещаемое место и постарался очень коротко рассказать так, чтобы если в следующий раз вы будете в Киото, то вы сами смогли бы построить маршрут, пройти по этим крамам и сделать замечательные фотографии. Надеюсь, не прощаюсь. Еще раз повторю, ставьте лайки, делайте репосты и обязательно нажимайте на колокольчик, потому что если не нажмете, то YouTube вам не напомнит, что надо посмотреть очередной ролик. Еще раз большое спасибо.